Жительница дома 58 по Люздорфской дороге Людмила Васильцова давно возмущена стихийной торговлей под окнами ее квартиры. Уже год она пытается добиться, чтобы милиция заставила торговцев убраться, но все это время на беззаконие никто не реагирует. Я являюсь представителем СОНа Юго-Западный массив. Я от имени всех жильцов дома обращалась неоднократно к РОВД Киевского района сначала, еще год назад. Написала письмо, никаких мер, но не принимается. Каждый раз к ним подхожу, здесь участковый участок, можете тоже к ним подойти и с ними побеседовать. Они говорят, мы примем меры, мы примем меры, но никаких мер не принимается. Кроме милиции, Людмила Алексеевна обращалась и на горячую линию мэра, и в другие инстанции, и даже к самим торговцам, но понимания у них не нашла. Спрашивала, где ваши документы, кто вы, от кого. Они говорят, а какое ваше дело? И все. И этим все заканчивается. Потому что они договорились с милицией, и все довольны. О том, что нелегальные продавцы скоропортящегося товара договорились с милицией, заставляет задуматься такой факт. Участковый инспектор в этот момент находится в соседнем доме номер 56. Но, может, жильцы не правы? Корреспондент «Новой Одессы» решил лично проверить, есть ли документы у продавца. Документы ваши покажите. Документы? Да. Какие? Ну, например, у продавца должна быть санитарная книжка. На весь товар должен быть сертификат качества, сертификат соответствия. А вы откуда вообще? Я телекомпания «Новая Одесса». Ну, в принципе, даже любой гражданин и покупатель имеет право у вас потребовать сертификат качества на вашу продукцию. Вы торгуете здесь? Лично я – нет. Лично вы – нет. Девушка торгует, правильно? А что я должна торговать? У нее должна быть санитарная книжка, в первую очередь, если она торгует, если она занимается торговлей. На товар, особенно на такой товар, скоропортящийся, которые… Документы все. Или перепрошивающие. Вы показываете? Да. Почему у девушки нет санитарной книжки? Я забыл у вас, поинтересовался. У реализатора товара, которые не реализовывают. У вас есть документы? Я понимаю, документов у вас нет никаких, правильно? Ни санитарной книжки, ни разрешения на торговлю, ни необходимых сертификатов. Попытка вызвать из соседнего дома участкового инспектора тоже не увенчалась успехом. Он вышел, сказал, что к Рыбе он никакого отношения не имеет и не хочет сюда подходить. Участковый? Участковый. После этого участковый бесследно исчез из участка. Мы же не откроем. Проверяем. А в улице, это что, люди не имеют, если они не стоят. А между тем, такая торговая точка огорчает многих. Все документы, все есть. Так приходят, нас проверяют. А тут, где управление торговлей? Где все? Тут все, кому дают. Ну, а вы вообще наблюдаете, они же каждый день здесь, да? Ну, да, каждый день. И милиция не подходила ни разу? Ну, я за милицией не смотрела. Я знаю, может, у них документы есть. Пятиэтажный дом стоит, мы и так, вон, от этого гарить. Так еще и рыба воняет. Она же будет гнить летом. Не желая оставлять безнаказанным нарушение закона, мы позвонили по телефону 102 и пригласили милицию на место событий. При том, что киевский райотдел находится в трех минутах езды, добирались стражи правопорядка 35 минут. А пока они ехали, экстренно сворачивался стихийный рынок через дорогу. Процесс этот явно контролировали. Неспешно завершали торговлю и возле 58-го дома. Мужчина не скрывал досады. По удивительному совпадению, правоохранители появились на месте аккурат после того, как вся рыба и грибы были убраны подальше. Но участковый так и не добрался до места. Вместо него заявление принимал другой инспектор, который почему-то очень пугается видеокамерой. Даже чтобы снять собственное заявление, корреспонденту пришлось преодолеть сопротивление сотрудника милиции. Почему так долго и неохотно ехали на место милиционеры? Почему целый год они не замечают, как под носом у участкового ведется стихийная торговля? Кому названивал хозяин торговой точки? На эти вопросы есть ответ у одесситов, видевших местную милицию, так сказать, в действии, во время рейда по стихийным рынкам. Там же целый ряд вот этих незаконных, так сказать, лавок, которые нет за пределами базара. Он кирует ими всеми. Они быстренько их это все накрывают, накрывают, накрывают. И он, видно, скировал. Они все понакрывали и ушли даже в сторону. Их никого не стало. Потом, значит, я когда купила хлеб, выхожу. Енакиевский рвал. И тут же, значит, все открылось и снова пошли торговли. Поэтому Сережа и сказал, что я к этой торговле никакого тушения не имею. Ну, потому они там так долго и ехали, не зря это дело. Вот и все. Потому что он чисто занимается вот этой всей торговлей. А он, видно, только собирает этот Сережа, видно, собирает эту дырню, и потом они ее распределяют. И все довольны. Недовольны только потребители, желающие есть проверенные продукты из проверенных рук. Новая Одесса проследит, чтобы на Люсдорской дороге 58 так и было. Больше месяца назад на горячую линию Новой Одессы обратилась жительница дома 7Б по улице Лунина Нина Панайот. Свыше двух лет кровля дома находилась в аварийном состоянии. ЖКС никак не реагировал на обращение людей. Поэтому расходы на ремонт крыши взял на себя местный депутат. Однако после стихии, бушевавшей в Одессе 31 мая, с потолка верхнего этажа парадной вновь потекла вода. Жители обеспокоены, ведь она попадает прямо на электрические счетчики и проводку, что может вызвать замыкание. Корреспондент Новой Одессы вместе с пенсионеркой уже пробовали общаться на эту тему с начальником пятого участка ЖКС Вузовский, Валерием Кучерявым. Но общение так и не удалось. Он регулярно отсутствует на своем рабочем месте, даже несмотря на приемные часы. Тогда корреспондент Новой Одессы вместе с жителями посетили директора ЖКС Вузовский, Зура Башонию, который дал распоряжение Валерию Кучерявому выполнить ремонт кровли. В кратчайший срок ремонт таки выполнили, но качество и объем проделанной работы вызывает сомнения. Кое-где застелили рубероид, который может оторваться от любого порыва ветра. Чтобы не улетел, изобретательные работники прижали его бетонными плитами. По-прежнему забиты ливневки, которые коммунальщики якобы также прочистили. Перестанет ли вода затапливать парадную и квартиры после такого ремонта? Выяснить можно будет только после дождя. После последнего визита нашего в ЖКС Вузовский нам пообещали, что крышу нам проверят, сделают все по высшему разряду. Буквально через час мне перезвонил с нашего участка мастер и сказал, что они сделали все, что работы проведены идеально, что никаких там замечаний не должно быть. А сегодня мы проверили и зашли на крышу и посмотрели, что, во-первых, ливневки забиты и не работают. После первого дождя же здесь будет лужа огромная. И вот это место, которое над лифтом, там положен вроде бы как новый рубероид, но он практически не закреплен. И мы боимся, что опять после первого же дождя начнется потоп. После сильного дождя новая Одесса вернется к проблемной кровли и покажет вам результат выполненного ремонта. Продолжение следует...